МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители общественных организаций, государственных структур и медицинские работники сели за стол переговоров. Главной темой обсуждений стали стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, ковид-19, и лицам из группы риска. Мы никого не имеем права обмануть. Поэтому в каждом медицинском учреждении должна быть комиссия, которая будет создана по распределению финансовых средств, но которая должна находиться под контролем профсоюзов, медицинской палаты. Вот, ребята, коллеги, друзья, чтобы здесь, как у нас очень бывают такие случаи, нередко, чтобы здесь точно чувство справедливости не было нарушено. Министр здравоохранения Ульяновской области подчеркнул, что доплачивать будут только тем медицинским работникам, которые находятся в зоне группы заражения. Сейчас мы заплатили за март, перевели лечебным учреждениям. Это в сумме заявка была на 16 миллионов 630 тысяч 205 рублей. И профинансирована за март эта сумма. То есть, вся сумма отдана лечебным учреждениям, лечебным учреждениям начислили. А вот по заявкам за апрель, как уточнил министр, сейчас происходит дофинансирование. То есть, есть одна заявка, и она конкретно проходит на 29 миллионов 663 тысячи 865 рублей. И плюсом еще дополнительная заявка подошла на 16 миллионов 630 тысяч 203 рубля. И все эти финансовые средства переведены в лечебные учреждения. И после 5 числа лечебные учреждения профинансируют, то есть на карты получат деньги медицинские работники. Министр подчеркнул, что поступающие денежные средства должны быть правильно распределены между медработниками зоны группы заражения. Для того, чтобы правильно распределить эти финансовые средства, лечебные учреждения, у них есть структуры, которые работают как с ковидными больными, так и с контактными. Вот они должны правильно вместе с экономическим блоком лечебных учреждений пересчитать. И чтобы до каждого сотрудника была доведена та сумма, которая конкретно идет этому сотруднику и никому-либо. Во время встречи губернатор также поздравил врача-анестезиолога-реаниматолога Центральной городской больницы Артема Комарова с рождением дочери. К сожалению, свою дочь Артем Сергеевич видел только по фотографии в телефоне. Уже месяц он работает в ковидном госпитале непосредственно с самыми тяжелыми больными и живет в гостинице. Так случилось. Мы работаем сутками, мы работаем попеременно, сменяем друг друга, живем, как правило, все в отеле. Ну, круг общения пришлось резко ограничить в виде системы, что мы, в принципе, входим в эту группу. Тех врачей, которые находятся постоянно в зоне нас, также постоянно обследуют, берут у нас все носки. В принципе, да, как бы с одной стороны работать было первое время даже как-то страшно, сейчас уже привыкли. В гостинице Арт-Ульяновск, где проходила встреча общественников и врачей, в настоящий момент живет 23 медицинских работника. Им бесплатно предоставлены одноместные комфортные номера. В любой момент гостиница, которая находится в шаговой доступности от больницы, готова принять и другой медперсонал, который желает изолироваться от своей семьи, чтобы не подвергать их опасности. Здесь же в гостинице живет и главврач больницы Илья Медленко. На утро на сегодняшний день состояло 70 человек. Ну, цифры каждый день меняются, то есть и выписываются больные. Так вот, допустим, 30-е мы 22 человека выписали с выздоровлением. То есть, ну, за это время уже 20 поступило. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, два человека на аппаратах ИВЛ. Главврач больницы отметил, что если первая волна больных была из Корсуна, то теперь медики принимают пациентов из Старой Майны, Новоульяновска, Вишкаймы, Николаевки и, конечно, из самого областного центра. Основная масса зараженных контактировала с приехавшими родственниками из Москвы. Врачи надеются, что ульяновцы будут благоразумны и не будут подвергать себя и своей семье опасности, нарушая самоизоляцию. Только так можно остановить пандемию. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok